Девушки отдыхают 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 и прочие, которые управлялись страной и до сих пор управляют. Мы, депутаты, как мы можем вообще эти вопросы обсуждать? В 91-м году кто вооружил его? Кто оставил там войска? Вы же знаете прекрасно. Называли же фамилии маршалов, так с военачальником. Ну, как правило, никак не договорятся, потому что все друг на друга валят. Депутаты оппозиционной партии. Мы в парламенте с декабря. Вы же победили на выборах. Учтите, кстати, победив на выборах и голосуя за бюджет, голосуя за все решения, вы несете полную ответственность за то, что происходит в стране. Люди нещают, люди не получают денег, в том числе из-за того, что вы так себя ведете. Бюджет, единственная партия, которая, это наши, не проголосовали. Есть поименное голосование. Я вам говорю еще раз. За бюджет голосуются 4 раза в год. Вот в июле 94-го года мы единственная фракция, которая не проголосовала. Мы единственная фракция, которая периодически ставила вопрос об отставке тех или иных министров и за отставку правительства. А, кстати, в среду будет отставка правительства, на ваш взгляд? Вопрос поставлен в повестку дня и будет обсуждаться. И сейчас большинство депутатов проголосуют за отставку правительства, кроме фракций, может быть, которых ближе к господину Немцова. Но есть его друзья, там, Гайдар, Явленинский. Значит, Гайдар, во-первых, вчера заявил, что он будет голосовать за отставку, если не наступит мир в Буденовске. Я вообще, кстати, считаю вот что. Вот смотрите, как хронологически были события в Буденовске. Вы в пятницу вечером, как известно, туда вылетели, правильно? Да. Потом вы туда приехали, встретились с Ерином, со Степашем. Встречались? Нет. Мы разговаривали. Встреч не было, мы же приехали не с Тепашем. Через несколько часов начался штурм. Что должен делать депутат миротворец? Он первый должен прийти в больницу. Куда? В больницу. В больницу никто не может прийти. Что же вы не пошли к больнице? Но у вас Кашпировский там сидит в больнице. Слушайте внимательно. В больницу, кто подойдет, будет уничтожен. Или снайперами и террористами. А Кашпировский как туда попал? По договоренности, по телефону. Тогда вам было там сейчас сидеть? Мы в разговорности, мы были там, вы что не знаете? Мы там были, разговаривали. Вот в больнице вы должны сидеть, если вы хотите спасти заложника. Мы говорили наши депутаты, но хозяином больницы Басаев. Мы пришли, и наши депутаты поговорили и ушли. Так было несколько заходов. Это не имеет значения. Единственное, он разрешил Кашпировскому остаться, и то мы не знаем подлинных событий. Мы же не можем сейчас об этом говорить. Но тот факт, что Борис Ефимович пытается провести пролей. Вот приехал Жириновский, и сейчас я что-то... Конечно. Что-то уверен. Давайте прервемся. Владимир Жириновский, оставайтесь с нами. Владимир Жириновский, 49 лет. Имеет два высших образования. Окончил Московский институт восточных языков и юридический факультет Московского государственного университета. С 1985 года начал заниматься политикой. В 90-м году возглавил им же созданную либерально-демократическую партию. В первое время мало кем воспринимался всерьез как политик. Постепенно приобретает скандальную известность. На выборах президента России за него голосуют 6 миллионов 200 тысяч россиян. В 93-м году на выборах в Государственную думу за партийный список либерально-демократической партии России голосует наибольшее количество избирателей. В 95-м году на выборах в местные органы власти Нижегородской области ни один кандидат от его партии избран не был. Какова может быть технология спасения людей? Технология, значит, здесь никакие уговоры не помогут. Потому что это люди уже... Ведь Басаев, он хвалился, сколько он уничтожил. Если вот показали его интервью всей нашей стране, сотни людей он, собственно, ручно уничтожил, наших россиян. Больше сотни. Это чудовище. Вы имеете в виду уже в больнице? В больницу он давал интервью, нашим депутатам говорил. А если посчитать, сколько он убил во время войны? Так это вот за все время, говорю, это человек, который убийца сотен и сотен людей. Где бы то ни было, в Абхазии это было, в Чечне, в Ставрополе. Это человек, который может быть больше, чем какой-нибудь там... То есть его можно только штурмовать, да? Только штурмом. Бесполезно все остальное. Поэтому то, что вчера был утром штурм, еще раз попытки, еще и еще. В любой стране мира уже давно бы уничтожили. Ну что, не бывает каких-то специальных средств, я не знаю, там, ослепления, какие-то газы? Это же безумная идея, штурмовать здание, где находятся тысячи детей, женщин, стариков. Это безумная идея. Совершенно понятно, что в результате штурма Басаев останется живой, а погибнут как раз невинные люди. Что это за идеи такие? Человек-ненавистнические. Как, на ваш взгляд, нужно было действовать? Совершенно понятно, что надо вести переговоры. И я абсолютно уверен, что можно договориться. Ну хорошо, президент говорит, что он не хочет ехать в Буденск, потому что... Мало ли, что он не хочет. Чтобы не выйти заложником Басаева. Дело в отсутствии, где президент страны приехал на переговоры. Да не надо никуда ехать. Есть премьер-министр, который может поехать. Есть, в конце концов, правительственная делегация, куда можно включить и депутатов. Но совершенно понятно, что пушки не должны говорить, когда дети стоят в окнах. Это же безумное предложение. Пушки не говорят. Четыре дня пушки не говорили. Вчера вся страна видела, как они не говорили. Вчера, но с момента захвата... И как кричали люди, которые выходили оттуда, чтобы только не стреляли. Сейчас Жириновский говорит, стрелять. Тысячу человек убьют. По бандитам стрелять. По каким бандитам? Кто там будет разбираться? Разбираться будет. В окнах стоят люди просто. В окнах стоят люди, а где бандиты стоят, там никого нет. Вот по тем окнам и бить надо. Да. Вы в военочек? В армии были когда-нибудь? Был. Вы были когда-нибудь. И где? Кем вы были в армии? Я был. Что вы возили? Я был. Что значит возили? Я офицером был, а вы же были сержантом, наверное, солдатом. Я был лейтенантом. Я думаю, сейчас уже, я думаю, все равно никто из нас не может, я прошу прощения, никто не может сейчас сказать точно, кто, как вести спасательные операции. Я приехал оттуда. Я имею в виду технологию военную. Как он может говорить тысячи детей? Какие тысячи детей? Я прошу прощения. Вы видели тысячи детей? Да, видел. Их видел весь мир. Я прошу прощения, я прошу прощения. Выседшая районная больница, не детская. Да, да, да. Валерий Ефимович Владимирович, не позволяйте меня вспоминать Руслану Равеновича Блатова и выключать микрофоны. Обычные больные. Я вас очень прошу. У меня вопрос. Никто из нас, на самом деле, сидящих здесь, не может точно сказать, как правильно вести спасательные операции, потому что это слишком, наверное, специфическая профессия. Согласен, но всего два выхода. Переговоры и штурм. Переговоры велись три дня. Четвертый день, два часа штурм. Снова двое суток переговоров. Постоянно идет чередование. Но политических переговоров уже не было. Идут, только политические идут. Только политические. Постоянно идут. Но что происходит, когда губернатор говорит, жертвы. Идут переговоры и трупы выбрасывают. Ведь больные-то гибнут без питания, без электричества. А со стрельбой они не будут гибнуть? Со стрельбой пять погибло. А вот просто так, пятьдесят уже погибло. Пять наших солдат только погибло. А сколько заложников погибло, никто не знает. Я вам говорю, что вы здесь сидите. Я только что оттуда. Я разговаривал с людьми, вышедшими из больниц. Ни один больной не погиб. Ни один медработник не погиб. Нет, на самом деле, мои журналисты... Погибло 11 солдат, а журналисты передали, что уже погибли. Журналисты лгут. Нет, мои журналисты не лгут. Лгут, журналисты. Я оттуда. Я вам говорю еще раз. У меня там тоже находится человек. Ни один больной, ни один медработник, ни один мирный житель на настоящий момент не погиб. Погибли только солдаты и террористы. И это нормальное состояние. Вооруженные люди входят в конфликт, естественно, они стреляют, и жертвы неизбежны. Но даже если вы погибли во время штурма кто-то еще, надо брать общее количество жертв. Общее количество жертв. Что сделал этот бандит, который вошел в город? Они мне рассказывали, жители. Немцы этого не сделали. В Ставрополе в 41-м году, в 42-м среднем. Выгоняли людей под автоматами. Ложись и гнали в больницу. Это что? Это же в прямом виде бандитизм, когда врывается банда в город, и такие чудовища устраиваются. Это реально, на самом деле, никто не знает. И вы пытаетесь защищать переговоры. Я говорю, никогда. Бандиты на переговорах не бандиты. На самом деле, реально никто не может сказать, сколько человек сейчас погибло во время штурма. Какие будут политические последствия, если правительство уйдет в оттампу? Я вам скажу, я сам видел 4 рефрижератора, полные трупов. Это все сделали бандиты. Я думаю, что если правительство уйдет в отставку, то ничего страшного, в принципе, не произойдет. Надо будет сформировать новое правительство. У президента есть конституционные полномочия, он может это сделать. Но я считаю, что правительство еще не исчерпало все возможности. И Черномердин и ночью сего, в воскресенье говорил по телефону Басаеву. Я думаю, что еще есть шанс встретиться, в том числе и с бандитами. И только после того, как все возможности будут исчерпаны, только после этого можно однозначно сказать об отставке или нет. Понимаете, пороть горячку в таких ситуациях, это очень опасно. Заводить людей тоже очень опасно. Нужно все-таки по-гуманному относиться, в том числе и к тем событиям кровавым, которые там случились. Если сейчас следовать этой логике, то штурм, во время штурма вообще ничего не разберешь. Там никто не будет выяснять, кто в кого стреляет. Это же страшная паника. Тысяча людей, люди в состоянии абсолютного аффекта. Вчера вся страна весь мир это видела. Он просто ничего не видел. Он же сидел там в Буденовске, ничего не видел. Сейчас страна видит. Ну что, может, человек нагло так вот лгать? Я там был, а вас там не было. И вы им так говорите, я не видел там. Я сидел напрямую и видел все это. Где вы? Вы сидели что, любовались, как стрелять по округам? Почему стреляли? Почему любовался? Ну я оттуда приехал, это маленький город. Когда видно, вот горит больница, я ее вижу собственными глазами. Я вижу людей выходящих. Я с ними разговариваю. Я вижу солдат. Я с ними разговариваю. Оперативный штаб. Мы там находимся, а вы, как зрители, издалека начинаете рассуждать. А если Басаев убьет всех заложников? А если Басаев убьет всех? Никого он не убьет. Не убьет он всех заложников. Это трусливые бандиты. Как только наши войска нанесли удар, тут же 150 человек выпустил. И каждый час опускают по 30 человек. И все уйдут из больницы. Никого пальцами тронет. Бандиты понимают только силу. Никогда еще в мировой практике ни одни бандиты просто так не ушли после захвата заложников. Их убивают. Разные бывали. Или они отпускают и уходят. Пожалуйста, два варианта. Ему предложили самолет, деньги за границу. Мы ему предложили любые деньги. Вот все. Значит, только уничтожение. Только уничтожение. Другой выход невозможен. Любые террористы во всем мире, им нужно уехать. Они для этого захватывают заложников. А как бы вы ввели переговоры? Чтобы кого-то выпустить. Вы говорите, ввести переговоры, Борис Ким. Что можно предложить такое, чтобы... Да. Переговоры очень просто. Даже вот сегодняшний ночной разговор премьера уже говорит о том, что их можно вести. Он ставит конкретный вопрос. Прекращение боевых действий на территории Чечни. Надо идти на это. Нет никаких проблем. Второй вопрос он ставит. Что переговоры о разводе войск. Я, правда, не очень понимаю. Но надо сейчас соглашаться на все. О разводе так о разводе. Черномырин правильно говорит. В рамках Конституции. В рамках Конституции. Он не спорит. В рамках Конституции. Дальше он предлагает абсурдное требование провести общенациональный референдум о судьбе Чечни. Это в результате переговоров, я думаю, снимется этот вопрос, поскольку он безумный. Он снимется. Но надо вести. Почему мы не используем эту возможность? Почему сразу слушать безумцев? Я не понимаю. Ну, Борис Немцов. Оставайтесь с нами. Я говорю, что вы негодяи. Это что мы будем делать? Незумцы. Борис Немцов. 35 лет. Окончил Горьковский государственный университет. Работал в научно-исследовательском институте. Как ученый-физик подавал большие надежды. С начала перестройки занялся политической деятельностью. Во время августовского путча находился в рядах защитников Белого дома. После августа назначен представителем президента в Нижегородской области и губернатором. За время его пребывания на посту губернатора Нижний Новгород становится столицей российских реформ. Предлагал Владимиру Жириновскому участвовать в выборах на пост губернатора Нижегородской области. Отчего тот отказался. А почему вы отказались? Ложь не отказывался. Выборов нет. Выборов нет. Объявляйте выборы. Дело в том, что мне было послано письмо, открытое совершенно. В письме было сказано, что партия ЛДПР проиграла полностью все местные выборы. 16 кандидатов от его партии не получили ни одного мандата. Ноль. И я ему предложил, перед тем, как замахиваться на президентский пост, я предложил Жириновскому участвовать в губернаторских выборах. Потому что не имея ничего за душой, кроме болтовни, стать президентом это маловато. Сидеть человек и такой... Короче говоря, я ему предложил. Изумец болтовня. Я ему предложил. Я же могу сказать тоже... Я ему предложил. Он отказался, вот и все. Ну вы лучше говорите про вашу область. Что вы сделали как губернатор-то? Вы что сделали? Да не вы. Кроме сифилиса преступников, что у вас есть еще? Назовите мне. Дифтерия, что еще есть? Развальные колхозы, что еще есть? Видите, папочку принес. Он же не знает, что есть. А вот документ. Я приезжаю в область, заказывают автобусы, чтобы депутата Жириновского сопровождать. Посадил на группу негодяев, которые приехали саботировать мой въезд в город. Вот он, пожалуйста, его документ. До сих пор не оплатил губернатор. Вот, написано. Автобусы чистые подать для группы депутатов. А губернатор должен оплачивать вам автобусы. А губернатор оплатить должен. Обязан. По закону он. Так он даже посадил туда моих противников, чтобы не сорвали мой приезд. Вот губернатор все занимается. А здесь не написано, что Немцов это сделал. Вот, вот. Это все их предприятие. Нижегородское. Это все ерунда. Я понес папочку. Я понял, что Владимир Иванович очень беспокоится проблемой сифилиса. Я вот когда ехал сюда, в Останкино, я читал журнал, очень интересный. Журнал? Плейбой называется. Знаете, выдавали интервью. Там такие журналисты, как и вы. Да, там плейбой. Вот я смотрю, почему же Владимир Иванович так это волнует? Оказывается... Волнуются жители Нижнего Нового? Да нет, волнует это вас. Вы же об этом говорите. Жители Нижнего Нового проблем нет. Я так же об этом и говорю, как мы проиграли. Подождите, подождите. Подождите, я сказал. Вы сказали ложь, что мои люди проиграли Нижнего Нового? Это ложь. Посидмикация выборов. Они выставляли? Все, везде выставляли. Вот этот человек, это действительно негодяй. Негодяй и преступник. Тогда они выиграли и проиграли. Тут вы можете договориться. Цифровал все выборы, устроил лотерею. А, то есть, вы считаете, что были цифрованные выборы? Полная цифификация. Потому что как это фальшивый, фальшиво-монетчик, это губернатор фальшивый. Его кто назначил губернатором? Народ избрал его. Ну, у нас всех губернаторов назначил. Нет, за что? Потому что защищал Белый дом. Сделание в этом. Сделание в этом. Защищал Игодяев в Белом доме. В Белом доме защищал Игодяев в Абгусе, девяносто esteiroк года. Значит, не прошли все-таки, не прошли ваши... Все прошли, все не заняли вторые места, первые заняли его люди. Полная классификация, классификация с деньгами данными на Нижний Новгород, 30 миллионов долларов, об этом же вся его пресса шумит уже несколько месяцев. Где деньги, миллионы долларов, которые получила область под гарантию Министерства финансов? Где ваши деньги, где? Вы очень много вопросов, вопросов очень много, вы воруете, потому что шельмуетесь. Я очень прошу вас, Борис Ефимович. Теперь он хочет со мной. Борис Ефимович, я очень прошу вас, я прошу вас обоих... Борис Ефимович, я прошу вас. Спасаевым нужно расстреливать. Тогда мы отберем к практике, которая была известна в Верховном Совете Российской Федерации. Вас отключите первый микрофон. С Белого дома. Борис Ефимович, я прошу вас. И прошу вас, Вас, Анатолий Больфович, немножко успокоиться. Сидит радиофизик, в лабораторию идите, физикой занимаетесь. Борис Ефимович, я очень вас прошу. Я же не могу с вами общаться, так как общаетесь вы между собой. Значит, давайте по порядку. Единственный партик, который не дал помещения. А уже выключили? А мы выключили ваш микрофон уже. Так нельзя, не пойдет так. А, вот так не пойдет. Хорошо, включите. Минуточку, давайте разберемся с сифилисом. Не надо вместиться. Сифилис у вас в область. Я понял, что у вас проблемы. 200 женщин, с которыми вы спали. Кто это сказал? Вы сказали. Нет. Это вы сказали. Да вы, да есть запись. Есть запись. Да не надо про записи. Это личное дело каждое. У нас есть конституция. Мы вас вылечим. Да не надо лечить нас. У нас два укола и вы свободны. Ну вот видите опять. Ну что это? Ну это же негодяй. Ну подонок. Я прошу прощения. Господа, я прошу прощения. Я буду как-то плеснуть ему лицо. Ну что вы делаете? Ну что же вы делаете? Ну что же вы делаете? Ну подонок сейчас. Я вообще... Ну, Ларий Вольфович, ну так нельзя. Сядьте, пожалуйста. Ну сядьте, пожалуйста. А оба сядьте, пожалуйста. Как можно? Если подонок такие вещи будут говорить. Ну что, так же тоже нельзя. Есть статья Конституции, кто-то запрещает это делать. Я очень рад, что мы вынуждены прервать нашу программу. Будьте с нами через неделю. Да. Будьте с нами.